Это особая встреча. Она объединила любителей литературы. Участники анализируют произведения Дулата Исабекова «Сюекше», обсуждают ключевые темы и смысл произведения. Значимость таких мероприятий отмечает руководитель Молодежного ресурсного центра в Шымкенте. Сегодняшние мероприятия проходят в рамках проекта «Твоя среда». С начала нового учебного года после встречи с Арсенбеком Абайолой мы приняли решение проводить ежемесячное обсуждение одного из произведений казахских классиков с молодежью. Таким образом, мы стремимся популяризовать чтение книг среди молодежи и распространять его. Встреча проходит в рамках проекта «Син-Нуртан». Он объединил клуб читателей, дебатного клуба «Ах и Кат» и «Айка», а также молодежь благотворительного фонда состязания в добродетели. Участники делятся мнением важности проведения подобных встреч и высказывают свою точку зрения по представленной книге. Сегодня мы обсудили книгу Дулата Исабекова «Суякше». Это произведение наполнено трагедией. Но особенно меня впечатлил эпизод с главной героиней, в моменте, когда ей выражают благодарность и желают долгой жизни. Она отвечает, зачем мне долго жить? Лучше пожелайте, чтобы я была совестливым человеком. Я лучше умру с чистой совестью, чем буду долго жить без нее. Этот эпизод показывает, что для человека важнее сохранить совесть и жить честно, чем просто прожить долгую жизнь. Мне очень понравилась эта идея автора. Заместитель Акима Шымкента Сарсин Курамбек подчеркивает важность чтения книг и отмечает, интерес молодежи к литературе растет. Как сказал наш президент, мы должны стать читающей нацией. Обучение требует терпения, усилий и времени, подобно тому, как невозможно быстро выкопать глубокий колодец с помощью маленькой иголки. В конечном счете, знания способствуют повышению культуры нации и конкурентоспособности. У молодежи есть интерес к чтению. Нужно лишь правильно направить и пробудить стремление. Участники литературного вечера делились мнениями и предложениями. Любители печатных изданий обсуждали актуальность представленного сегодня произведения, его место в современной литературе и роль в казахском обществе. Подобные проекты в Шымкенте планируют проводить не реже одного раза в месяц. Ярослав Курамбек, Эльдар Жунусханов, Абзал Турабеков, информационная сурба телекомпания УТРАР.